Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного феофилакта архиепископа Болгарского на Новый Завет, часть 28. Толкование на первое послание к Алифинам, 15.11. «Я ли более потрудился, они ли, но в проповеди мы все согласны?» Комментарий Игнатия Лапкина. Какое бы нравоучение ни пришлось читать, пусть то будет самый известный канонизированный учитель церкви, «Но ты и тогда умей проверить по слову Божию, согласны ли его слова с тем, что говорит Бог?» «Проповеди апостолов, их послания не разнятся друг от друга и не противоречат одно другому. Но стоит почитать выступления архиереев в советские времена и сегодня, как они разнятся». Толкование на первое коринфянам, 16.23. Долг учителя не только убеждать, но и молиться, и таким образом вдвойне утверждать, учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв. 1 Коринфянам 1.6. «Мы могли бы провести жизнь в безопасности, если бы не проповедовали. Но теперь, когда проповедуем, чтобы спасти вас и утешить души ваши через проповедь и происходящее отсюда благо, подвергаемся скорбям. Ибо как я, проповедуя, терплю скорби, так и вы, принимая проповедь, терпите те же самые страдания, какие терплю я. Свидетельствует перед ними о их великой добродетели тем, что они приняли проповедь с искушениями». Комментарий Игнатия Лапкина. Слово «проповедь» звучит так просто и обычно в толковании Феофилакта. Что же стало с нами? Почему это слово не столь популярно ни в храме, ни в обыденной жизни? Причина только одна. Нет истинного духовного рождения свыше. Нет любви к Богу и к Слову Его. Поэтому-то такое пренебрежение к Библии, хотя и стоит она дома на почетном месте. Если кто-то из пастырей все же решается проповедовать, свои же собратья постараются задушить его проповедь, чтобы он не высовывался, чтобы было как у всех. Такой брат может сказать, проповедуя терплю скорби. За многое терпят скорби священники, но только не за это. Толкование на 2 Коринфянам 1.9 Впрочем, Павел говорит это не потому, чтобы сам нуждался теперь в этом наставлении. Ибо кто более веровал, что должно надеяться только на Бога, но под видом повествования о себе самом вразумляет других и вместе с тем научает смиренно-мудрию. Толкование на 2 Коринфянам 1.14 То, что ваша похвала, то есть, что я таков, что могу дать вам средство хвалиться мной, что имеете такого учителя, который не учит ничему человеческому, ничему зловредному, ничему коварному. Комментарий Игнатия Лапкина Когда в России был последний учитель, который не учил ничему человеческому? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать Библию, Слово Божие и по нему сверить все, что есть в ваших книжных шкафах. Хватит ли на это желание, терпение? А если бы все-таки появился такой учитель в православии, который не учил бы ничему человеческому, а только по Библии, то не повели бы его на Голгофу первосвященники и архиереи? Иоанна 8,49 Иисус отвечал Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня Толкование на 2 Коринфянам 1,18 В опровержение этого возражения говорит, что обещание прийти к ним было его делом, поэтому оно и не исполнилось. Что же касается проповеди, то она есть дело Божие, а что от Бога, то недоступна лжи. Комментарий Игнатия Лапкина Сегодня делом Божиим пастыри считает уметь вести богослужения, справлять требы. Но вот что говорит толкователь Что же касается проповеди, то она есть дело Божие. 2 Коринфянам 1,19 Толкование Тот, кого мы проповедовали вам, не был да и нет, то есть не было проповедуемо одно ныне и ныне же другое, но было да, то есть проповедуемо было твердо и без колеваний. Перечисляет также и многих из проповедовавших, представляя свидетельство их достойным веры, и в то же время научая смирению, ибо соучителями представляет учеников своих. 2 Коринфянам 2,12 Говорит, что Павел отправился в Троаду не без намерения, но для благовествования, то есть для того, чтобы проповедовать. Не поэтому, но потому, что вследствие его отсутствия, дело проповеди встречало препятствия, ибо Павел сильно желал проповедовать, но препятствовало отсутствие Тита, который много помогал ему, когда находился с ним. Комментарий Игнатия Лапкина Почему сегодня во всех отчетах о поездке патриарха или архиереев говорят только о богослужении, литургии и ни одной обличительной проповеди против тех, кто стоит перед ними, кто разворовал страну, Кто еще вчера был гонителем и разрушителем. Слово проповедь сегодня как инородное слово в лексиконе православных. Да и проповедовать-то вовсе не означает что-то прочитать по бумажке, как ленивому школьнику по шпаргалке. Почему с таким пустым сердцем и разумом пастыри бесстыдно выходят перед народом? Они вообще не желают доносить слово Божие через живую проповедь народу. Слово проповедь это изгой, будто чья-то выдумка из первых веков. Толкование на 2 Коринфянам 2.15 Как свет, хотя ослепляет слабых зрением, однако остается светом. И как мед, хотя бы казался горьким для страдающих желтухой, однако не перестает быть сладким, так и Евангелие издает благоухание, хотя неверующие и погибают. Толкование на 2 Коринфянам 2.17 Намекают на то, что они примешивают к евангельскому учению ухищрение внешней мудрости и стараются продать за деньги то, что следует давать даром. Комментарий Игнатия Лапкина Все, чем сегодня торгуют в церкви, пытаются оправдать Евангелием. И это есть кощунство. Словом Божиим оправдывают любые действия безбожных властей. И где бы какая кара Божия ни случилась, каких бы нечестивцев и богохульников Бог не покарал, там уже слышится бряцанье православных. Кадил уже совершают поминовения, совершенно не понимая, что они делают, навлекая на себя проклятие Божие. Иеремии 48.10 Проклят, кто удерживает меч его от крови. Толкование на 2 Коринфянам 3.2 И куда бы ни отправились мы, всюду носим вас с собой, потому что вы написаны в нашем сердце, и мы всем возвещаем о вашей добродетели. Толкование на 2 Коринфянам 3.3 Воспользовавшись случаем сравнить закон с Евангелием, делает здесь такое сравнение. Как Моисей был служителем закона, так и мы, служители вашей веры в Евангелие. И как он вырезал на каменных скрижалях, так и мы на ваших сердцах. Закон написан был чернилами, а Евангелие написано в вас духом. Толкование на 2 Коринфянам 3.4.5 Поскольку показал, что Новый Завет выше Ветхого, и естественно было заключить, что и мы, апостолы, служители Нового Завета, выше Моисея, который служил высокомерным, то говорит, нет ничего нашего, но уверенность наша, то есть похваление наше, в Боге через Христа. Толкование на 2 Коринфянам 3.8. Так как назвал закон служением смерти, то естественно было назвать Евангелие служением жизни. Но апостол дал ему название высшее, назвал его служением духа. Ибо Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но, что гораздо важнее, самого духа, дающего жизнь. Тем славнее значит он в сравнении с законом. Комментарий Игнатия Лапкина. «Умоляем от имени Христа распятого и грядущего судить мир. Прочтите эти слова толкования и заучите наизусть. Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но, что гораздо важнее, самого духа». Вот в чем воскрешение России. Не в монархии, не в ее богатствах, а в Евангелии. Через Евангелие идет стяжание духа святого. Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но, что гораздо важнее, самого духа. Второе Коринфянам 3.9. Евангелие же называет служением оправдания, потому что оно не только освобождает от наказания, но и делает грешников праведными. Поэтому Евангелие будет обладать гораздо большей славой. Толкование на 2 Коринфянам 3.10. «Превосходство Нового Завета таково с сей стороны, то есть при сравнении, что прославленный, то есть Ветхий Завет, представляется вовсе не имеющим славы по причине необычайной славы Нового». Толкование на 2 Коринфянам 3.13. «Ибо вы можете смотреть на ту славу, которую мы имеем, разумею, славу Евангелия, хотя она гораздо блистательнее Моисеевой. то есть вы можете понимать тайны Божии, именно Евангелия, и нам не нужно закрывать их от вас неясностью, как покрывало». Толкование на 2 Коринфянам 4.2. «Ибо мы ничего не примешиваем к ним из внешней мудрости или что-нибудь элистивое, не собираем мы деньги от проповеди и не говорим сегодня одно, а завтра другое, применяясь к временам и лицам, как поступают лжеапостолы». «Вот как я представляю себя всем людям верующим и неверующим, то есть открывая жизнь свою и проповедуя всем открыто, так что все могут разуметь». Комментарий Игнатия Лапкина. «Каждому человеку Бог назначает срок жизни, и за этот короткий период времени он должен развить себя как личность, преобразуясь в образ Божий. Вот поэтому Бог дал человеку самый страшный и смертельно опасный дар – свободу. Как человек воспользуется этой свободой? Для угождения себе или для угождения Богу? При угождении себе человек имеет какую-то выгоду, а чтобы достичь этой выгоды, очень часто приходится перед кем-то быть не тем, кто ты есть, кривить совестью, что-то недоговаривать или говорить совсем не то. Человек, который стремится к спасению своей души, не может достичь этого сам, но должен жить в Духе Святом. Всю жизнь стремится к стяжанию Духа Святого и говорить о Боге, о Вечности, проповедуя всем открыто по воле Божьей, о намерении Божьем в отношении всех нас. Только тогда человек может развить свою личность, когда он воспользуется содействием Духа Святого, действующим через совесть. Если же человек будет зажимать себя, таиться, поддаваться смущению, ложному стыду, застенчивости, и не будет прямо говорить о смерти Христа и о воскресении Христа, проповедуя всем открыто, этим самым он будет закрыт для доступа Духа Святого. И это дерево начнет засыхать. Какой страшный грех берут на себя священнослужители, когда не только не побеждают доверившихся им прихожан проповедовать всем открыто о Христе, но более того, всячески препятствуют этому и уничижают и клеймят тех, кто проповедует всем открыто. Толкование на 2 Коринфянам 4.4 «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Толкование на 2 Коринфянам 4.5 теперь говорит «Мы не обманываем, ибо проповедуем не самих себя, как лжеапостолы». Комментарий Игнатия Лапкина. «Если человек, называющий себя христианином, не проповедует о Христе, это явный признак того, что он противится Духу Святому, и в нем нет любви ни к Богу, ни к ближним. Священное Писание не подтверждает того, что Бог установил именно такие длинные богослужения на непонятном языке без проповеди, без слова, которое бы доходило до ума и до сердца. Если сегодняшних священнослужителей поставить в положение апостолов, служить людям, но без сегодняшнего богослужения, что бы они делали? Представьте любого из них, стоящего посреди леса или посреди поля, и рядом пришедшие послушать их. На такое предположение многие священники в страхе всплескивают руками и говорят, не приведи Господи, со страх умру. Нужно помнить, что они должны сказать и словом, и делом. Мы не обманываем, ибо проповедуем не самих себя. Мы строим царство Божие, устрояем его в себе и в людях, а в действительности получается, что строится царство попов с абсолютной тоталитарной зависимостью от вышестоящих, как в монашестве. Конец 28-й части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА